В Казанском федеральном университете завершился прием документов от абитуриентов, которые поступают в рамках общего конкурса на программы бакалавриата специалитета на очную, заочную и очно-заочную форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Система закончит принимать документы на направление бакалавриата специалитета по направлениям бюджетным, но продолжится подача документов на внебюджет, потому что у нас еще впереди серия внутренних вступительных испытаний, и внебюджетный приказ будет уже выходить в последние числа августа. На сегодняшний день в Казанске федеральный университет подано уже более 200 тысяч заявлений, включая направление магистратуры. Подать необходимые документы можно было на платформе Буду студентом, на сайте госуслуги, а также прийти лично в приемную кампанию. В этом году все больше ребят выбрали для себя онлайн-поступление. Как отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Александр Бибик, в этом году число ребят, желающих поступить в КФУ, выросло. Бюджета заявлений больше, да, то есть не скажу, что на порядок, но значительно больше, чем в прошлом году. Конкурс пока поддерживается на высоком достойном уровне, но у нас впереди очень важный этап, это этап приема документа об образовании, оригинала документа об образовании. Для зачисления вуз абитуриентам необходимо предоставить оригиналы документов об образовании. Их будущие студенты должны прикрепить до 3 августа до 12.00 по московскому времени. Важно, что без этого абитуриент не будет зачислен в Казанской университет, поэтому тянуть с подачи документов не стоит. Предоставить необходимое удостоверение можно несколькими способами. Либо через портал государственных услуг, у них есть кнопка подать оригинал в этот вуз, либо принести его очно для того, чтобы оригинал был здесь в сейфе. Это нужно сделать. И так как у нас очень ранний приказ, сразу же 4 августа, первый приказ о зачислении по общему конкурсу, до него будет приказ на так называемую нулевую волну, это льготы и квоты, это 29 июля. Но вот основная масса зачисленных абитуриентов на бюджет пройдет 4 августа. В этом году конкурсная программа у всех институтов одинаково сложна. Каждое направление подготовило такие внутренние испытания, которые помогут приемной комиссии разглядеть потенциал каждого абитуриента. Высокие требования конкурса также обусловлены большим количеством бюджетных мест. Все направления поддерживают достойный конкурс. Минимальное значение это 4 к 1, это 4 человека на одно место. Это в основном педагогические направления, не очень популярные среди детей. Но тем не менее, это направление, если абитуриент его выберет, оно даст хороший старт в дальнейшей профессиональной деятельности и в работе. В 2023 году на Казанский федеральный университет выделено более 7 тысяч бюджетных мест по всем направлениям высшего образования. Так, на бакалавриат и специалитет отведено порядка 4 тысяч мест. Аделина Абдрахманова, Редзи Хитоглы, Универ Ньюс.